Всем доброго времени суток, играю с легендарным английским гроссмейстером Найджелом Шортом В 90-е годы претендентом на мировое первенство, и у нас дебют рэти с ходом C4 Слон C4, и конь E5 Ну и основной ход слон есть слон E6, очень неплохая позиция, но для C это очень интересно Впервые встречаю этот ответ В целом логично было бы взять, конечно, слона, наверное так и поступлю И сыграю конь А3 Но если пешка не отыграется, то могут быть проблемы Еще один источник проблем связан с тем, что черные могут каким-то образом напасть на этого коня Мне придется брать конь C4, ферзь D4 и конь E3, и вот там структура не самая приятная Конь E5 это интересный ответ, Найджел провоцирует ход F4 Найджел сыграю F4, почему бы и нет А, ну и теперь с идеей ферзь D4 Но я же могу сказать E3 Насколько я понимаю Или даже H3, но E3 выглядит посолиднее Давайте пойдем в E3 Крайне увидимо придется отходить Есть ход H5, но он не выглядит очень Сильным, тем не менее H5 сыграно Ну возьмем пешку Считаю, что вот слонговая активность Не знаю, на мой взгляд выглядит неубедительно Потому что я могу закончить развитием Срать FB3, D4 Два слона в целом больше влияния в центре А у черных не так-то много компенсирующих факторов То есть не совсем понятно, что лучше D4 или D3 Но D4 выглядит так, что прямых противопоказаний этому ходу нет Закончим развитие, сыграем H3, может быть 3-0 после этого С другой стороны, после H3, конь F6 Можете рассмотреть простой ход 2-0 Никакой атаки за черных не предвидится А позиция у мела достаточно приятная Слон E7 Да, сыграя H3, конь видимо уйдет Ничего другого не видно Да, на H6, пожалуй, сильнее Правда, теперь у меня есть ход E4 Ограничивающий легкие фигуры черных Давайте так и сделаем У белых есть определенные слабости В позиции, в частности, пешка G3 Черные поля в перспективе, но Все-таки центр должен быть старше F5, это палка о двух концах Конечно, прорезается мой центр С другой стороны, пешка E6 теперь хронически слаба Надо попытаться каким-то образом этим воспользоваться Сыграю конь E5, наверное Висит на H6, на конь E5 Даже не знаю, чем лучше бить Есть свои плюсы у обоих взять Но сыграю фигуру Ферс D7 Да, может быть, все-таки, немного лучше было Взять другую пешку С другой стороны, здесь есть ход D5 Давайте попробуем Пойти D5 В целом, черным, наверное, довольно тяжело терпеть Эту пешку на D5, но Посмотрим ED, да, ED Можно взять и как слоном, так и ферзем Взять и слоном выглядит более привлекательно Но там есть ход ладья D8 Который я, откровенно говоря, подзевнул Можно вообще пока никого не брать Сыграть 2-0 Если ладья D8, то там уже посмотреть по ситуации Может быть сыграть просто ладья D1 Давайте так и посмотрим Да, ладья D8, ладья D1 Вроде как слон C5 это удар В некоторой степени вилами по воде Потому что я, конечно, не отойду на H2 Под шаг на G4, отойду на H1 То есть, в принципе, у черных есть контр-игра, но Мое позиционное понимание говорит о том, что два слона здесь должны быть старше, чем какие-то практически контр-идеи черных То есть, может быть, хочу взять на H6 и играть ладья D5 Попытаться воспользоваться тем, что черный король стоит плохо Ферс C8 То есть, мне отдают пешку на D5 Я, в целом, не вижу Пока не вижу, зачем мне ее отдают Но возьму на D5 На Ферс C5, конечно, есть слон Е3 Который удерживает весь материал Ну, а белые хотят, может быть, взять просто слон B7 Или Ферс B7, или слон H6 То есть, объективно, позиция должна быть уже близка к выигранной Слоны очень сильны Возьму на B7 По идее, личный материал в такой позиции не помешает Ферс C7 Да, вроде как позиция очень хороша, но совсем понятно, как добивать А времени становится все меньше и меньше Менять слона и допускать много шарфов не хочется Хотя, может быть, объективно это сильнейшее решение Давайте Хотел взять коня, но, наверное, все-таки не стоит Ладно, возьму коня, времени мало Возьму еще на Д8 Король Д8 даже Немножко неожиданно Сыграю с Д5 Поменяюсь Ему на Ф5 В некоторой степени подвыпустил я свой перевес Здесь, да, тем более, вот есть такой ход С Д5 Меняется много материала Видимо, получается Ничья при правильной игре Самый простой способ сделать ничью, конечно, взять Но, может быть, Найджел уже играет на победу В связи с малым количеством Времени у меня на часах Вадима можно забрать ножи 7 Поставлю ладью на А8 Должна быть достаточно простая ничья, конечно Что все равно, конечно, не может меня радовать Позиция была близко выигранной до этого Хотя и с большим количеством фигур Ну, а теперь мне предстоит поддержать флаг Дам шаг Беру короля Ну, объективно, комментировать тут практически нечего Просто надо не уронить флаг При неаккуратной игре черные все еще могут Одним образом пропустить пешку аж Ну да, видимо Нет, не делает Найджел ничью Немного это странно Теперь я съем слона и, видимо, выиграю эту партию Просто шаг и ладей 8 И король 6 Ну, случаются такие несчастные случаи В целом партия была достаточно любопытная Конечно, должна была заканчиваться мирным ходом Ну а пока всем спасибо за внимание И встретимся, я надеюсь, в следующей партии